Говорят, что женщины, как музы, должны вдохновлять мужчин на свершение Однако история знает немало фактов Когда знаменитые писатели и талантливые ученые намеренно отказывались Или совершенно не испытывали никакой тяги к противоположному полу Объясняя это тем, дамы только мешают им совершать великие дела Нужно очень постараться, чтобы отыскать упоминания о женщинах в жизнеписании Гоголя Уж слишком явным был физический аскетизм писателя Однако в возрасте 20 лет в одном из писем матушки Николай Васильевич упоминает о неком ангеле-божестве Комментируя этот факт, биографы склоняются к версии Что Гоголь просто выдумал себе предмет обожания как предлог, чтобы уехать за границу Еще один эпизод в жизни писателя связан с именем Анны Вельгорской С которой Гоголь познакомился в Петербурге Скорее всего, он сделал ей предложение и, получив отказ, надолго забыл о женщинах Некоторые, объясняя отсутствие физического влечения к противоположному полу Николая Васильевича Пытаются приписывать ему угнетенную гомосексуальность Но подтверждать этот факт только из-за того, что писатель ценил крепкую мужскую дружбу Нерационально Эммануила Канта можно назвать философом-отшельником Он не раз высказывался как гордо того, что смог устоять перед плотскими страстями, избежав механических движений, лишенных всякого метафизического смысла В доме у философа даже слуга был мужчиной Единственный эпизод, в котором фигурировала женщина, случился с ним на одном из светских приемов Некая 23-летняя Мария Шарлотта безумно влюбилась в философа Она послала ему несколько тайных любовных посланий, которые остались без ответа Через несколько лет девушка все-таки решилась тет-а-тет признаться в любви к Анту Однако она получила лишь резкое увещевание в том, что не имеет никаких высоких принципов Исаак Ньютон стал еще одним известным мужчиной, принявшим научный целебат Великий ученый не раз акцентировал внимание на своей победе духа над плотью И полном воздержании от физического контакта с противоположным полом Однако не стоит утверждать, что Ньютона совсем не интересовали женщины В одном их своих писем он отмечал, как ему сложно бороться с искушением плоти Всю свою энергию Никола Тесла направлял только на научные изыскания Он считал, что женщины необходимы для вдохновения только художникам, композиторам или поэтам А его они будут только отвлекать от решения глобальных задач За намеренный отказ от сексуальных связей с женщинами журналисты назвали Теслу одиноким волком Андерсон, в отличие от ранее упомянутых мужчин, отчаянно интересовался женщинами, но совершенно не имел у них успеха Будучи в 40-летнем возрасте, детский писатель влюбился в молодую особу Дженни Линд На все восторженные ухаживания девушка отвечала лишь насмешками и называла несчастного братцем или ребенком Когда Дженни Линд вышла замуж, то самыми посещаемыми местами Андерсена стали бордели К слову сказать, писатель не спал с барышнями легкого поведения, а только вел с ними беседы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!